Как настроение, родные? Хорошо, воздай ему славу! Сразу хочу поблагодарить, вы знаете, мне нравятся американские праздники. Знаете, мы приехали из Советского Союза, естественно, и у нас не было Дня Мамы и Дня Папы. У нас там был международный женский день, там, я понимаю, там было 23 февраля, где тебе там кучу трусов, носков подарили. Я не об этом. Вы знаете, мне нравятся танки, когда празднуются родители. Это не женский день, это День Мамы. Поэтому, мамы, благодарим вас! Мама моя, я тебя благодарю! Мамы, мы благодарим вам! Постаньте славу Богу за наших мам! Мамулечек! Боже мой! У меня до 21 года моей жизни была одна мама, после 21 года стала вторая. Мужики, ну что мы с вами ищем? Мы ищем бабочек, именем? Мы ищем бабочек, именем? Ну, не убежишь ты никуда, ты хочешь, чтобы с тобой кто-то продолжал сюсюкаться. Вы хотите, чтобы с тобой кто-то продолжал сюсюкаться. Поэтому еще раз поздравляем вас, дорогие мамы. Спасибо вам за то, что вы есть. В то время, когда... Вы знаете, папы, они, я не знаю, как это назвать. Это сделал дело гуляй смело, как оно там называется, да? И вот в большинстве случаев, когда что-то происходит в семье, почему-то именно мама остается, хочет оставаться с детками. И поэтому мы благодарим наших мам за их сердца. Я был воспитан одной мамой. И я благодарен ей за то, что она помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Поэтому, дорогие, я знаю, как тяжело иногда мамам вообще реально. Папы день — это хороший день, но мамы день — это особый день. Для меня реально. Поэтому спасибо вам, дорогие женщины, дорогие мамочки. Потому что вы нас не кинули. Спасибо вам. Хорошо, родные. И я хочу сегодня пойти в слово. Сегодня интересная мысль будет. Сегодня я хочу немножко отбалансировать, может быть, твое понимание, служение, призвание, и что я хочу сделать для Господа. Вы знаете, есть две обочины. Дичи. Две обочины. Две дырки на двух сторонах дороги. Две дырки на двух сторонах дороги. И получается, что одна яма такая. Я буду делать все для Господа, и, может быть, Он заметит меня, и что-то вот. Я пойду евангелизировать, пророчествовать. Не могу пророчествовать. Молиться буду, в душе молиться. Буду все делать. То есть, Он будет делать все возможное, чтобы только обратить чуть-чуть внимания Господа на себя. Позиция сирот, которая не имеет взаимоотношений с Богом. И сироте всегда нужно делать что-то, чтобы не Отец его оправдал, а Он себя оправдал перед Отцом. Кто-то понимает? Религия — это сироты. Они все делают для Бога, без взаимоотношений с Богом. И поэтому эта работа дает им понимание, что они что-то сделали. Есть вторая обочина. Это люди, которые вообще все послали. Богу ничего не надо. Что Богу от меня надо. Что Он там на троне сам, что не сделает, что Ему надо. Когда Ему что-то надо, Он знает номер моего телефона. Знаете, да, такое? И то есть, это люди, которые, ну как, они как бы знают Бога. Я не говорю сейчас о неверующих людях. Я говорю о христианах. Всегда есть кто-то лучше меня, умнее меня, талантливее меня. Пусть они идут. А я как-то тут. То есть, опять же. Позиция наемника. Наемник — это тот, который как бы делает только то, что надо, то, что сказано, то, что где-то в законе прописано. И все. И он руки умыл и все. Дорогие мои, сегодня я хочу поговорить о позиции взаимоотношений, позиции сыновей. И тему я назвал очень просто. Он — моя цель. Кто-то услышал сейчас с меня? Поймите, семья, чем дальше ты идешь во взаимоотношения с Богом, чем больше ты отдаешь Ему свое сердце, тем больше ты начинаешь понимать, что в действительности ищет Бог. Итак, я начну. Как ни странно звучит, но моей целью не является проповедь, евангелизация, работа для царства. Хотя, смотря на меня, ты скажешь, ты все это делаешь. Моей целью не является даже спасение душ. Сейчас я кого-то прям убил. Прямо сейчас на лавочке просто ты умер. И разочаровался в пастыре полностью. Как это? Твоя цель — не спасение душ? Притормози лошадей. Я все здесь. Потому что сам Иисус, хотя и пришел спасти грешных, практически статистика говорит, большинство, где он мыл, он этим не занимался. Опа, и здесь настала пауза в мозгах, в паутине христианских мозгов. Что ты имеешь в виду? Мы Библию читаем. Сам Иисус. Если ты говоришь, мы должны спасать, мы должны каждого вырывать из ада. Тот, кто умер за тебя, этим не занимался. Но он занимался другими вещами. И сегодня я хочу сделать фокус на это. Хотя все это входит в пакет. Иисус этим не занимался. Он занимался этим отчасти здесь, отчасти тут. Мы вообще знаем с вами самую огромную бомбу. Когда он пришел в Бефезду, все, наш бы какой-то там евангелист, он бы построил себе посередине этого бассейна трон и начал говорить, спаситесь все туту! Сотни людей, которые вот сейчас, один день, два, если кто изучал, что такое Бефезда, если вы там были, я там был, мы там немножко говорили по истории, что это такое. Оттуда трупами выносили, каждый день оттуда выносили трупом, мертвых людей. Они были при смерти, умирали каждый день. А конвейер при смерти подступают, и такое же количество людей отъезжает. И для меня, что шокирует, Иисус пришел, одного мужика толкнул, он вообще даже при смерти не был. Ты тут сколько? Ничего, ну ты даешь. Ты вообще хочешь быть здоровым? А что я тут сижу, Иисус? Сколько он? 38 лет, да, сколько там? 38 лет. И получается, что он говорит, Иисус, я тут 38 лет в очереди стою. И вы всю эту историю с детства знаете. Иисус исцелил человека, который даже не был при смерти. И толпы идут, просто вот на похороны отправляют их в морг. Ни одного слова о спасении. Вот поэтому я хочу разочаровать тебя, что сам Спаситель не занимался спасением. Но я понимаю, это немножко твой фундамент сейчас шатает, но я для этого и здесь. Чтобы дать тебе правильное понимание того, что Библия действительно говорит и учит. Сразу забегу вперед. Никого ты не спасешь без Него. А раз Иисус говорит, что я делаю только то, что вижу Отца Творящего, значит, на тот момент Отец это не творил. О, окей, хорошо. Идем дальше. Вспомните Иисуса. Ходил по земле. Если бы работа, если бы целью Иисуса была работа для Царства, почему тогда в большинстве случаев Иисус не служил всем, а служил только минимальному числу некоторым избранным, каким-то купицам? Подумай над этим. Целью Иисуса была... Целью Иисуса. Мы с вами уже говорили несколько лет назад, в одной из тем я упомянул это. Единственной целью. Самой главной. Что Иисус, почему Он здесь был на земле. Явить Отца людям. Поймите, семья, о чем я говорю. Большинство людей говорят, да, я понимаю, я понимаю, невозможно без креста и без крови. Мы абсолютно понимаем, это фундамент, это смысл. Но это было всего лишь несколько дней из всей жизни Иисуса. Что делал Иисус всю свою жизнь? Естественно, пришел момент, никто эту жертву не мог сделать, Он отдает свою жизнь за тебя и меня, берет грехи и впускает тебя в Царство. Но твоей целью теперь не является постоянное спасение, чем религия и занимается. Мы освящаемся в эту неделю, братья Иисуса. А что ты делаешь все остальные недели? Согрязняешься? Ну ладно. И кто-то понимает, о чем речь? Иисус в 17 главе Иоанна последняя молитва, практически последняя. Знаете, почему мне нравится вот последние главы Иоанна? Потому что Иисус разговаривает с Отцом и дал ученикам услышать молитву. Кто-то слышит? Это такая редкая молитва, которую вы нигде не увидите, вот только здесь. И Он, представляете, Он позволил ученикам услышать интимный разговор с Отцом. От Иоанна 17, 6. Я только чуть-чуть прочитаю, но вы поймете, знаете ли вы, что в конце одна из самых последних молитв Иисуса ты будешь говорить искренне и честно? Ты будешь говорить именно то, что ты имеешь в виду. Отец не молился, Отец, я спас всех. Ну, Папа попытался, я. Нет. Смотрите, одна из его фраз. От Иоанна 17, 6. Я открыл тебя тем людям, которых ты дал мне от мира. Они были твои, но ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ты даже Бога откроть сможешь только тем, кем Бог тебе позволит открыть Его. Всем остальным было просто позволено наблюдать за этим процессом. Ну, ты понимаешь, вот она цель Иисуса. Я открыл тебя тем, кого ты дал мне. Не спас, не крестил Духом Святым или крещу огнем. Не трансформировал, не реформировал, не изменил, не привел в Царство. Одна вещь тебя открыл. Опа! И вот здесь и начинается вся эта тема. Мы не имеем права поставить работу царства, работу для царя выше познания царя. Смотри. Так поступают сироты, которые пытаются заслужить внимание и награду царя. они работают на царя. Вы знаете, я вот из-за того, что я с детьми слишком много смотрел вот этого губку Боба или Спонж Боба, да? У меня приходит на мысль такой мультик, если кто смотрел. Помните, когда был Employee of the Month и они со Сквидом пытались заслужить внимание краба? The Employee of the Month episode where him and Сквидборд were trying to compete for attention or compete for the spot. Я всех, кто засмеялись и обижен. Those who are laughing, you know. Что они делали? Они пытались сделать больше. И тот больше. И тот 10 бургеров, тот 20 бургеров, тот выпал стены, тот выпал мотолок. They were competing, competing, who can do more? И это всего лишь заработать внимание. Вот так поступают те, кто не имеет реальных взаимоотношений. And that's to gain attention. Those, that is action of those who don't have a relationship. Окей, смотри. Итак, мы не имеем права поставить работу для царя выше взаимоотношений и познания царя. So we cannot prioritize working for the king over knowledge and relationship with the king. Я хочу сейчас еще одну бомбу сбросить. Мы не функционируем для Бога. Мы ничего не делаем для Бога. Мы это как бы говорим с вами. О, я для Господа сделал. Но вы знаете, когда я сел и подумал над этими словами, я полностью был удивлен тому, что это абсолютно неправильно. Я не могу ничего делать для царства и функционировать для царства, потому что это подразумевает то, что царь несовершенен и ему что-то нужно от меня. Поймите, поймите, поймите сейчас змея. Если ты поймешь вот эту сейчас, вот эта семечка, ты поймешь тему. Выбрось эти фразы из своего лексикона. Я что-то буду делать для Господа. Он не нуждается в твоей работе, так как не нуждается ни в чем. Все могущие везде сущие. Всезнающий. Везде пребывающий. Можно продолжать, продолжать называть его имена. Поймите, семья, но почему мы с вами все-таки употребляем Богом? Вопрос, да? Вопрос. Смотри, мы функционируем, если можно это так назвать, мы функционируем Богом. Нет, как вам сказать? Да, мы функционируем Богом, мы ведомы Богом. Поймите, что в реальности происходит? Мы становимся, после познания Отца, продолжением Его. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не я делаю что-то для Бога, опознав Его, Он делает что-то через меня для себя. Другими словами, мой дар и талант не я для Него, а Он через меня для себя. Кто-то понял вот этот взрослый момент? Ему ничего от тебя не надо. Наша бренная хвала, бренная работа, ошибочная жизнь, Он не нуждается в этом. Все, что Он хочет, это быть с тобой и после того, как ты войдешь в зрелость, быть тобой. быть через тебя. Вот почему незрелых Он не может употреблять. Потому что все, что проходит через них, остается на стенках их существа. Вся слава задерживается, она не проходит. Вот поэтому и наблюдаем с вами. Не успел подняться. Налет славы начал себе брать. Начал потихонечку. Люди не к тебе приходят, и не тебя за твою функцию благодарят. Я не заслужил ни одного спасибо, и ничего, это не мое. оно никогда мы им не было и не будет. Это все им, через него и к нему. Знаете, такое место из Библии? Через него им и к нему. Через него им и к нему. Круг. Через него им и к нему. Где ты в этом круге? Через него касаешься ты. им движешься ты. И в него, Библия говорит, возвращается ты. Он видит исключительно то, чем инициатором он является. Все, что было сделано тобой для него, не принимается, так как не может быть совершенным. поэтому Бог не видит дела плоти, даже сделанные хорошо. В них нечистый мотив. Куда бы ты ни шел, там нечистый мотив. Даже если ты поклоняешься не Богом, через Бога и к Богу, ты поклоняешься для показухи и для влияния. Богом видится только чистая хвала, проходящая через зрелых сыновей и возвращающая назад с наваром к нему. Тот, кто закопал талант, это тот, кто прервал кольцо от него и к нему. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы ты понял о чем я сейчас говорю. Что такое закопал талант? Это значит, ты не дал Богу протеть через него и вернуться назад с наваром, с прибытком. Кто-то услышал? Кто-то понял сейчас в этот момент? Поймите, семья, очень важно, чтобы ты сейчас понял вот этот процесс. Если ты поймешь чего, во-первых, ты успокоишься и исцелишься. И поэтому для меня не надо что-то для Бога делать, а мне надо в его атмосфере в тронном зале зреть до тех пор, пока протечет. Оно протечет само. Оно не будет тебя спрашивать. Тебе просто нужно быть и зреть в его атмосфере. Ты будешь пить в кофешапе кофе и вокруг тебя люди будут отдавать жизни Иисусу Христу, услышав твои пару фраз, которые движимы им. Можете себе представить? День Пятидесятницы. Ученики непонятные никакие. Все говорят, о, они набухались. Петр еле-еле находит силы и там написано Петр встал. Что он до этого делал? Лежал. Некоторые мое говорят, докажите, что ученики лежали. Если написано Петр встал, что он делал? Где-то он отдыхал. Написано Петр же вставший. В английском и в оригинале там еще даже красивее написано то есть поднялся. Горап. Уже братья! Три минуты обличения больше трех тысяч людей отдали жизнь Богу. Несколько тысяч человек отдали жизнь Богу. Почему? Потому что все было им, от Него им и к Нему. твой бонус это то, что ты в работе Бога дозрел, чтобы зацепиться. Твой бонус это то, что ты в работе Бога дозрел, чтобы зацепиться. ты становишься его продолжением. Но ни в коем случае не пойми, что Бог без тебя ничьи что-то не может. Для меня привилегия быть в определенных моментах продолжением его. Только в одном таланте, только в одной сфере. Мольше приятно как быть, как приятно дать Богу течь через тебя. Как приятно видеть Его работу через тебя. Но ты должен иметь смиренное сокрушенное сердце. Чтобы ни одна из этих вещей не осела на тебя. Поэтому иногда Бог таким людям очень, как вам сказать, уникальным дает жало в плоть. Это знаете, это как это, это как, это как шарик, знаете, из хилиум, да, на котором это подвязали. То есть ты такой взлетаешь, ту-у-у-у-у-у-у. А дальше можно, Господь, а Он говорит, вот тебе вот два метра, да, на вот то все, больше летать. Ты только отрежь тебя. Ты где, брат? cut you off and you'll just float all the way to the top. Ты там где-то под потолком уже уперся головой. Ну, что потом все с этими шариками делать? Знаете, как я шарики, которые я достать не могу, брал назад? You know how I got the balloons that I couldn't reach? Я в них стрелял. I shot at them. Ну, стрелял такими простыми штучками, шариками. Знаете, шарики? Такие пластиковые шарики. Ну, а как, что? Брат, ты где? Я тут. Иди назад. Береги себя. Потому что, ну, ладно. Итак, сейчас поднялось очень много пастухов, которые строят свое царство овцами и ресурсами Бога. ресурсами небесного царства. Поймите меня правильно. Чтобы явить его миру, его нужно знать. А чтобы его знать, нужно абсолютно ему принадлежать. А когда ты действительно его, а он твой, цель достигнута. теперь ты больше не страдаешь комплексом неполноценностей, и тебе кроме царя и атмосферы царства ничего не нужно. Потому что он сейчас и является твоей целью и твоим сокровищем. Вопрос, он является твоим сокровищем? Потому что сердце не обманешь. Потому что оно всегда будет, где твое сокровище. Ты можешь говорить, я мое сокровище, это мое сокровище, это твое сердце. Ну все, поговорили, пошли теперь к настоящему сокровищу. Хочешь знать, где твое сокровище? Там твое сердце, там твое эмоции, там твое внимание, там твое ресурсы. Внимательно наблюдай, где оно. Смотрите, это сказал Иисус, Матфея 6, 21. Ибо где ваше сокровище, там и будет ваше сердце. Заметьте, что не сокровище следует за сердцем, а сердце за сокровищем. А теперь давайте на минуточку задумаемся, честно задумаемся, что является сейчас целью большинства христиан. Поймите, я обращаюсь среди разных людей, разных служителей, много чего слышу, много чего читаю, имею доступ к той информации, которую большинство из вас нет. И получается, смотрите, давайте я так перечислю. Самое первое это рост служения. Рост церкви. Вопрос зачем? Это приблизит тебя ближе в тронном зале к Богу? Опа! Гляньте, как интересно. Смотри. Потому что с этим связан рост его имени и рост его эго. Серьезно, вот любой из вас, задумайтесь, те, кто смотрит меня, даже те, кто здесь, многие есть лидеры департментов разных служений находятся здесь. Зачем тебе рост? Ты скажешь, ну, для Господа. Когда для Господа нужен рост, он польет и взрастет. А рост нужен тебе, чтобы блеснуть погонами среди нищебродов. Семья. Ну, давайте честно сядь, но давайте честно сядь. Я даю гарантию, сейчас вот я когда закончу, у тебя молитва изменится. Потому что не надо мне что-то, что я не смогу нести, удержать то, что увлечет мое внимание от царя. тебе ничего не нужно, что увлечет твое внимание от царя. А, интересно. Давайте ко второму пункту пройдем. Движение в чудесах и знамениях. Почему? Я хочу, чтобы имя Господа прославилось. Ах, ты ж такой. редиска. А ты хочешь, чтобы чудеса происходили и чтобы тебя и видно не было, и там даже не было. Те же самые чудеса, просто тебя нет там. Потому что в реальности ты даже не можешь прославить Бога, который действует через того человека в чудесах и знамениях. Realistically, you can't even praise God without using someone else. Мы еще посмотрим, может, это все фейк. Я дам паузу. Дам паузу. Отдумаем сегодня. Я хочу быть служением, движением чудес и знамений. Зачем? Мы're moving in signs and miracles. Why? Я хочу быть служением, которое являет, как Иисус, папу детям. Я хочу быть служением, которое являет, а что там папа будет делать? Это уже дело папы. О, а сейчас столько развелось мистиков. Столько развелось людей, которые бегают за сверхъестественными. Зачем? Чтобы и я мог что-то выставить. Чтобы и я мог мои руки в елее выставить. Чтобы и я мог как Джошуа Миллс золото на плечах сфотографировать. Чтобы на моих фотографиях зла сзади иногда ангелы появлялись. Зачем? Ты видишь, как карточный домик рушится сейчас? Ну реально, зачем? Мне не надо пастора, когда будут чудеса и знамения? Я говорю, я не оттеверил, я их и не соберусь назад. В принципе, когда надо, тогда будет. А потом у людей как? Чудес-то нет? А надо? Да, закончились. Закончились. Бог-то движется сезонами. Раз-два показал свою славу, двинулся к другому. А мы не хотим к другому. Потому что там неинтересно и не популярно. А вот тут у-а-у-а. Особенно для всех вот этих, знаете? Они жить без этого не могут. И что получается? Они начинают немножко помогать. помогать Иисусу, и потом у них еще отмазка. Ну, как бы, это же ему слава. Ах ты ж, такая редиска. Евангелисты. Поверьте, я достаточно обращался среди евангелистов, чтобы понять, что они хотят не спасения этому миллиону или там 600 тысяч, а они хотят развернуться и фотку сделать с этим. Моя жена сидит хихикает, но знает точно, о чем речь идет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Евангелистам. Почему? А знаете, откуда я знаю? Ты не знаешь их сердца. Я знаю, где их сокровище. Не надо мне рассказывать сказки. Я достаточно махровый, битый волк, чтобы видеть, где сокровища этого евангелиста. Потому что, когда он мне открывает свой телефон, его сокровище на его телефоне. И мне эти служители не говорят о том, что Бог сделал, сколько отдали жизнь, что там происходило. Они мне просто, смотри, а здесь столько людей, смотри, а здесь столько, смотри, а тут они все валяются под славой Бога. Ну да, спасибо тебе, ваше величество. И они начинают списывать количество людей, которые они собирают, вместо того, что происходит. Ты действительно хочешь спасать людей? Или ты хочешь фотографию? Чтобы на заднем плане были пару миллионов людей? А ты возьми, просто не возьми ни фотоаппарат, ни аудио, ни видеозапись и поедь послужи. Ну, как во времена Иисуса Христа. И если там действительно слава Бога есть, а тебе сам Бог распространит славу, потому что в реальности Он о себе через тебя распространяет славу. Поверьте, достаточно вращался среди людей, которых большинство называют служителями, чтобы видеть действительно ценности, мотивы и сокровища их сердец. Пророки и провидцы. Профитцы и сиры. Все тебе даже во всех попаду вообще. Пророки и провидцы. Это уникально. Сиры и сиры. Да, смотри, больше хотят точности пророчеств и видений, чем помощи тем, кому они пророчествуют. Все, тишина настала, да? Мы даже не хотим пророчествовать, если мы не уверены. Нам нужно так, говорит Господь. Точно, это было, это то, это то, это так, это сяк. И кто-то стоит и у бедного аж трусит, а ты кайфу. Потому что ты такой духовный снайпер. Поверьте, вращался среди провидцев и пророков, знаю. И когда мы иногда в грин-рум заходим, там, знаете, они там, ну как я сегодня попадал? Знаете, поначалу меня это шокировало, а потом я привык, это то, чем они живут. Им не изменение жизни и сокрушение сердца, и то, что человек пришел к Богу важно, а важнее, насколько точно было попадание пророческое. Некоторые из них, к сожалению, сидят и считают, сколько слов было сошлось, а сколько пролетел. Считают. Of how much actually happened would they prophesy? Какая тишина сегодня. Знаете, как хорошо возвращаться в реальность и в истоке того, кто мы есть. Потому что талант в незрелом сердце он тебя уничтожит. Давайте сейчас коснемся поклонников и лидеров прославления. Let's talk about worship leaders now. поклонники ожидают очередной христианский хит, который даст им популярность, а не поклонение, которое коснется сердца Небесного Отца. Семья, поймите, я знаю, о чем я говорю. Потому что, когда кто-то из поклонников попал, они видят, какая идет за этим популярность, просмотры, славы, ты в тренде. Ты потрындел везде, пошел. И все там, ууу, аааа. И потом ты смотришь, ууу, эти уже одеваются как этот. У них уже бэкграунды такие. У них уже гитары такие. Освещение такое. Славы Бога, духа нет. Поэтому я обращаюсь к всем названным. Функциям, пожалуйста, дайте царю через вас в его время выйти. Это, скорее всего, будет, может быть, одна песня, через которую царь начнет говорить со своими людьми. Потому что, честно, дорогие, 16 лет проводя энкаунтеры, мой плейлист остается очень маленьким. Поймите, я не говорю плейлист. Я говорю плейлист там, где действительно песни меня до сих пор меняют и касаются. Поймите, и это не христианские хиты, приходящие, уходящие. Это через это кто-то позволил Богу протечь через эту песню. Семья — это принцип позволишь ли ты Богу через твою функцию, дар, талант, неважно, протечь на эту землю. Ты скажешь, да, я хочу. А теперь ты должен подождать в Его присутствии, чтобы дозреть для того, что через тебя пройдет. Потому что, если ты не готов, то, что Божье через тебя протечет, оно, если ты не готов, оно тебя убьет. Мы носим это сокровище в глиняных сосудах. Мы носим этот огонь, который нас же может спалить, если ты с ним аккуратен не будешь. Почему так? Почему все в служениях, в церквях, в движениях, вот так? Почему? А я вам скажу сейчас почему. Потому что христианство поставило работу выше отношений. Результат поощряется больше, чем процесс. Другими словами, знаете, как я знаю, что христианство подняло все мое названное вот эти вещи на первое место? Потому что это ищется, это вознаграждается и это поощряется. И один, который следует вслед по хотям человеческим, порождает такое же поколение сзади себя. Поймите, семья, мы говорим, о Давид, 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 Давид не вышел сам вообще, он был выведен Богом, и то, наверное, насильно даже. Мы любим всех этих служителей, да никто из них никуда идти не хотел, почитайте всех. Мы с вами уже об этом говорим, самый великий Моисей, сказал, братуха идет, он круче болтает, его измерит. Можешь себе представить, Моисей, ты что, с ума сошел? Вот оно! Куст горит с тобой, говори! И тебе не то, что там ты там что-то придумаешь, тебе дано полное решение, и сейчас нереальные вещи через тебя сейчас будут. And you are given the absolute right to do these unreal things. Таких людей, как ты, вообще не была. Ты один, вот сейчас, друг Бога, вот сейчас, ну, кроме Авраама, естественно. you are one only one like that, basically. В этом поколении. Вот оно! Хватай! Here it is! Grab onto it! Могу я назад, овцы? Иисус, Господь, я ошибся адресом. Я понимаю, я чуть-чуть тут не туда попал, навигатор не туда привел. Вон идет мой братан. Дорогие мои, все, кого Бог избирает в зрелости, все выбирают Его, а не работу. Кто-то понимает, о чем речь идет? Все выбирают Его, а не движение Его. Давид вылили рог с Елем. Ту-ту! Следующий царь. Ну все. Овцы! Овцы! Пошли! Никакой реакции. Никакого текст-месседжа. Никакого фотки в Инстаграме. Ничего! Хэштег Next King. О! Ничего такого не было? Парень берет свой посох, свою пастушью сумочку и назад на поле пасти своих овечек. Своё небольшое стадо. О чем это говорит? Это говорит об абсолютном тотальном зрелом сердце, кого Бог избирает. A totally mature heart that God selects. Тут Бог нас не выбирает и мы бежим. Я Господь! У-у-у! God doesn't choose us, we run. Обрати внимание на меня. Look at me. Look at me. move. У-у-у! У-у-у! Какого толку с твоего общения Богом, если этого никто не видит и не знает, а? What's the point of your communication with God if no one sees it or he hears about it? не успел откровение получить. No-no. Ты как как Бетховен на клавиатуре. Моё общение с Богом должно быть видно, слышно. А Библия вообще говорит все по-другому. Иди, закройся где-то в маленькой тайной комнате. Не дуги перед собой, как все эти фарисеи. И тихонечко сиди в тайне. Говори Отцу в тайне. А Он видящий тайну. Он воздаст тебе явно. Ну да, это мы только воздаем себе явно. как правило. Смотри. Смотри. У поклонников Бога единственный источник вознаграждения это Небесный Отец. Поклонники, сейчас вы поймете о чем я говорю. Для вас, для нас, для людей, которые действительно поклонники. Все, что для нас с вами надо, это чтобы сегодня в моей комнате меня коснулся Царь. Я еще раз повторю, поклонники, вам не надо, чтобы вас видели и слышали. Твой день состоялся, когда на тебя протекло небо. You don't need to be seen or heard. Your day is made if He touches you. Семья, мне ничего не надо. Мне вот это не надо. Это для меня бремя. Это не дает мне, не прибавляет, не убавляет ничего. Это не дает мне. Наоборот, это суета и это нагрузка. Это вообще работает для меня. Потому что мне не только проповедовать надо, а вчера мы с Сашей унитазы прикручивали в женском туалете. Поэтому знай, что там возлагались руки пастора. И это не была шутка. Мы вчера с Сашей ржем, оба стоим, знаете. Я смотрю на него, он на меня, говорю, Саша, на коленах все краще. Поэтому не переживай, все освещено. Женщины, знайте, все служителями. Реальность! Алло! И ты знаешь, тяжело возгордиться. Просто приятно видеть свое сердце в смирении. Семья, да ничего не нужно, кроме прикосновения отца. Ничего! Поэтому я и стрелять могу, как хочу, по кому хочу, почему, что меня не интересует, извиняюсь, при всей любви к тебе, твое мнение. Это любя, семья. Потому что мне не надо утверждения из зала, когда сын и дочь утверждены Богом, тебе не нужно побочное утверждение. Кто-то со мной? Знаете, кто играет вот в эти игры? Знаете, кто играет в эти игры? Люди, которые не имеют настоящих отношений с Богом и не питаются Богом. Они питаются аминьями, аплодисментами и одобрением, а значит, они будут работать на это, чтобы это их утверждало. Вот почему слава уходит, вот почему Бог покидает, потому что то, что Он хочет делать, Он не может. Кем бы ты ни был, какое твое призвание ни было, отодвинь все и утвердись в нем. Ты будешь удивлен, какой огонь войдет в свои кости. Ты будешь удивлен, какая страсть будет течь через твой дар и талант. Ты будешь удивлен, что тебе не нужны никакие подачки, ни взятки, ни одобрения, ничего, потому что это тебя не интересует вообще. И мне не надо строить и выращивать ничего. Если Он захочет, Он сделает то, что Он хочет. Если Он захочет, Он сделает то, Я благодарен Богу, что мне даже дана платформа говорит то, что я говорю. И поверьте, я знаю, тех, кому надо это услышать, они это найдут и услышат. И я знаю, those who need to hear this, they'll hear it. Ты со мной. Are you with me? Поэтому с ним я еще раз говорю, Он наша цель. Он наша цель. Он наша цель. Матфея 5, Матфея 6, глава 5 и 6 стих. Матфея 6, verse 5. И когда молишься, не уподобляйтесь лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на улицах, молиться на показ перед людьми. Давай. Истинно говорю, им уже дана награда полная. Ты же, когда молишься, скройся в задней комнате и закрыв плотно дверь, молись отцу своему тайному и отец твой видящий тайное вознаградит тебя. Семья нам нужна, что такое зрелость, когда Он считает нужным, чтобы тебя и меня и вознаградить, и явить. И опять же я говорю, вы знаете, когда ты зреешь, ты понимаешь, что тебе ничего не нужно, кроме Его и Его атмосферы. Ты не работаешь на принятие, потому что ты принят самой высшей субстанцией в этой Вселенной. Ты одобрен Творцом Вселенной. Ты представляешь, что я сейчас сказал? Оно внутри тебя подтверждается. Внутри тебя оно не покупается. А что если ты перестанешь достигать сейчас того, что пытаются достичь большинство христиан? И просто скажешь, Бог, теперь моя цель, не призвание, которое, может, ты хочешь исполнить, это хорошо, но оно должно стать на второй план. Сколько я слышал людей, Господи, я так полон талантов, и у меня так много есть, что дать царству. Почему, почему, почему ты не даешь мне возможность служить Тебе? Потому что Бог хочет перерисовать твое понимание, что такое служение Ему. Опять же, Он не нуждается в твоем служении, потому что, вот почему, потому что Он не нуждается ни в чем. И когда кто-то становится, поймите, что Библия говорит, Библия говорит, что мы тело Христа. Кто-то со мной сейчас, да? Так вот сейчас задумайся, она тема говорит. Что такое тело Христа? Он голова. Мы всего лишь продолжение, как я сказал, Христа. Другими словами, ни я, ни пальцы, ни уши, ни глаза разговаривают с ногами. Сознание Христа дает Его частям тела делать Его работу. Другими словами, мы читаем это все время, но понимаем ли мы это? Люди говорят, почему так много разделений христианств, там, баптисты, писядники, харизматы, да-да-да-да-да-да. Да потому что люди не идут к Нему, люди не подсоединены к Нему, они просто не являются, Он не является их сокровищем. Разделение заканчивается, когда мы становимся под одно сознание Христа и становимся частью Его тела. Вы не видели человека, который идет и его бьют его руки, под задницу дают ему его ноги. Если внимательно сейчас задуматься, то тело Христа выглядит так же, оно само себя бьет под задницу, по морде дает. То есть, оно себя бьет. Потому что каждая динаминация пытается быть правильной, дорогие мои, все неправильные. Давайте так скажем, все неправильные и поставим точку. А ты какой динаминации? Никакой. Я сын Бога, который принадлежу Отцу. Поймите, семья, я ничего против динаминации не имею. Динаминации были основаны на одном откровении, и потом, когда церковь двинулся дальше, это откровение не отпустили и сделали его фундаментом своей динаминации. А Библия говорит, я все творю, все новое. Поэтому, когда ты цепляешься за то, что он делает, ты всегда будешь динаминацией. Когда ты цепляешься за него, ты всегда будешь в свежем движении Бога. Ну, не скажу я уже проще, семья. Ну, проще невозможно. Детский сад поймет. Итак, не зная его, люди цепляются за его работу. Что в процессе делает их тусовкой, выращивает в организацию и дает им имя динаминации. Поднимается, другое поколение отвергает старую динаминацию, строит свою на новом откровении Бога, не на Боге. А все творение стинает, чтобы не открылась следующая динаминация, а что открылись сыны Бога. Поэтому отношения с Богом превозносятся над делами Бога. Вот запиши это, это классно, надо записать. Отношения с Богом всегда доминируют над делами Бога. И если ты зациклен Бог так на робе, ты в заблуждении. Потому что через год Бог и так робить не будет. Но я с Ним как ученики. Помните 70 учеников, 12 учеников? Почему ушли 70? Потому что были зацеплены на Его работе. И когда Он сказал, кто не будет пить моей крови и не есть моей плоти, не имеет части со мной, ученики сказали, «Ну, это мы не сможем съесть». Это первая категория, которая основывалась на делах Бога. И следующее дело не вместилось в мозги, взорвало, и они убежали. Следующая категория учеников, 12, которые были основаны на взаимоотношениях. Они говорят, ничего не понимаем, но у тебя глаголы «Жизнь», в тебе жизнь, мы идем за тобой. Семья, знаете, почему они остались, потому что они изначально шли за Ним, а не за Его делами. Поэтому умоляю, откажись от всех откровений вчерашних дел Бога. И сосредоточься на любви к Нему, взаимоотношении с Ним. Потому что первая заповедь говорит, «Возлюби!» The first rule is to love не дела Бога, not actions of God, but God. Love Him. Некоторые люди спрашивают, почему 70 так не чуждаются от 12? Почему те ушли, а те остались? Why those stayed, why those left? Потому что эти были основаны на откровении деноминации христиан. и как только следующее откровение не вместилось, потому что они были изначально основаны на делах. И это не вместилось, все, они вернулись назад. Они не ушли от Бога, они не ушли от славы, они ушли от следующего движения Бога. Эти 12 не были основаны вообще на работе. То есть они делали то, что Иисус скажет, они были с Ним, они любили Его, они хотели быть с Ним. И когда Иисусом была сброшена бомба, которая не вместилась ни в одно сознание, как мы, Иисус, мы не людоеды, мы кушать никого не будем. Ну, в принципе, Иисус, если что, ну как, ну, ну, скушаем, ну, надо, так надо. Мы за тобой идем. Ну, реально, представляете, это мы с вами понимаем, это хлеб, это вино, а Он им этого не сказал. Он им прямо сказал, кто не ест в моей плоти и не пьет в моей крови. О-о-о. Тут можно было сказать, так, пастор, доселе мы были вместе, а теперь Господь ведет нас в иную землю. Мы были вместе, но теперь Он нас в другую землю. Я понимаю, я все понимаю, поэтому пойми, о чем речь идет. Итак, ты зациклен на работе или на нем? Ты зациклен на очередном движении или на нем, который постоянно меняет движение, меняет сезоны, меняет погоду. И вот почему я иду за Ним, а не за чудесами и знамениями, которые сегодня есть, завтра нет. Сегодня покаялись тысяча, потом целый год ничего, никого, потому что я иду за Ним. Он моя цель. Не спасение, которое сегодня есть, завтра приостановилось. Не проповедь Евангелия, которая так важна, но без Него она вообще не важна. Все, я без Него ничего не хочу. Сколько у нас времени? Нормально. Вы себя нормально чувствуете? Заходит. Запей. Запей. Запей немного. Поймите, семья. Не так важно, что ты делаешь для царства, как то, почему ты это делаешь. Для Бога всегда, всегда мотив важнее достигнута цели. для Бога, всегда, всегда, Каин и Абель, оба дали жертву. У одного было мотив один, у другого был мотив другой. Каин и Абел, great example, gave sacrifice, had two different motives. Поэтому изначально его твои дела и не привлекают, и не интересуют. Все, что он хочет знать. Почему? Поэтому Давид и молился. Посмотри в мое сердце. Посмотри, не на опасном ли я пути. Если со мной проблема, направь меня на путь истинный, вечный, прямой. Поэтому мы должны молиться так. Бог, не делать хочу. Покажи мне мои мотивы. И много лет назад, когда Бог вскрыл мои настоящие мотивы, почему я хочу церкви? Почему я хочу это? Почему я хочу то? Или уж ослели и ржут, потому что они в первой церкви были. Я сказал, Господь, так пастором можно и не быть? Так проповедовать и не надо. Мне даже делать ничего не надо. Ты моя цель. И Бог говорит, наконец-то ты понял. Наконец-то ты понял. И поверьте, у меня была война почти год. Потому что я реально, Света, моя жена, знает, я никуда ничего не хотел делать. Мы были спокойны там, где мы были. Итак, прямо сейчас задумайся, почему ты это делаешь или желаешь делать. Сейчас, не думая о своем соседе. Знаете, мы, когда послушаем проповедь, всегда сосед. Вот сосед, вот ты сидишь и смотришь, так и думаешь, блин, как он точно в тебя попадает. You're like, he's definitely, definitely talking about you. Я прошу тебя, просто, пожалуйста, не думай сейчас о своем муже. Ты сидишь, думаешь, о, как сегодня пастор стелит моего, моего возлюбленного. Как, как? Надеюсь, Господи, он врубится. Пожалуйста, сейчас вот насчет себя, умоляю. Остав соседа в покое. Попроси Духа Святого вскрыть настоящий мотив твоего сердца. Поверьте, это очень хорошо для твоего здоровья духовного. Потому что я понял, что чаще всего настоящий мотив моего сердца скрывается даже от меня самого. И когда я действительно сам провожу себя через эти все ступени, я думаю, вау, какая ты поганка. Андрюша, фу. Фу, пастор Андрей. Серьезно, это хорошо, это для профилактики. Вот почему царь не может течь через своих сыновей и дочерей. Потому что всякий раз, когда он это делает, твое, твое эго становится больше. И ты получаешь славу, не он. Мы должны точно знать нашу цель. Мы каждый день сливаемся в одно целое с Духом Бога. и Небесный Отец становится целью нашей жизни. А Он, в свою очередь, вытекает через наши функции, дары и таланты. И именно это делает Его имя великим и приносит еще больше славу в Его Царство. И это делает Его имя великим и приводит больше благословения в Его Царство. Поймите, у Бога одна цель, чтобы все в процессе, Библия говорит, все преклонится, все прославит. Некоторые говорят, ну а почему Бог такой? Ну я говорю всегда, станешь Богом, решишь, что делать. А что это, Бог хочет всю славу себе. Я говорю, сотвори все галактики, вселенные, а потом поговоришь с Богом. Почему этот мужик на небесах хочет все себе? Да потому, что все Его. Уже вся хата Его, тело твое, все, мозги твои, вот это же серое существо внутри твоего черепа, Его. Даже твое паршивое сердечко, и то Его. Все Его. Все же ты ешь, пьешь, все Его. Твой дом, который ты думаешь, что твой, и ты за него почти выплатил. Да ничего на этой земле твоего нет. Ничего ты с собой никуда не заберешь. Не унесешь. И поймите, что действительно единственная награда или единственное сокровище, которое я уношу с собой с этой земли, это что Он думает обо мне. Точка. Не что ты думаешь обо мне. Не как я выглядел перед людьми этого мира. А что мой царь думает о Его Сыне. Кем я был по отношению моего любимого? Что? Я. Я понимаю, мы на эти вопросы начинаем уже, знаете, задуматься, значит, когда мы уже лежим, знаете, в парализованном состоянии, у тебя один глаз только моргает. Мы начали думать о, Господи, наверное, я что делал не то при жизни. Да! Вопрос хороший, но поздно уже. И все уже, знаете, все наклоняются насчет тебя. И твой даже один глаз западающий понимает, что дела плохи. Поэтому я даю тебе вот сейчас вот эти все вопросы, чтобы ты задумался сейчас. Серьезно, потом, ну как, ну поздно уже потом. Я знаю, что на небе очень будет, ну, поначалу пахнуть хорошо костром. Запах камина. Запах дров. Не буду идти в доктрину, почему вы знаете? Почему? Последнее место читаю, и я заканчиваю. Филиппийцам, третья глава, седьмого стиха. Смотри, что пишет человек. Мы говорим о Христе, понятно. Некоторые могут сказать, ну я не Христос, ты не Христос, что ты тут не это протираешь? Давайте прочитаем одного из величайших людей Библии, который дал нам две трети Евангелия вообще и стал отцом нового поколения, то есть, Нового Завета. И мы говорим, естественно, об апостоле Павле. Смотри, что он говорит. Филиппийцам 3,7. И все же, что для меня было благо и приобретением, я считаю, потерей благодаря Христу. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит в сравнению с величием познания Христа Иисуса. Но, что больше, я считаю, что все это большая потеря, потому что преимущество того, что понимает Христа. Это не я говорю, это говорит человек, который уже заканчивает жизнь. Который уже практически в окончании своей судьбы, вот что он говорит, все не значит ничего. Одна вещь познать Его. У Него была цель Христоса. Мы, знаете, мы любим христиане читать это все, но в реальности кто вот так живет. Кто сделал его каждодневной целью? Ты знаешь, что ты можешь запросто его сделать сокровищем, и твое сердце всегда будет туда бежать. Поймите, семья, какой нам дана власть. Нам дана власть из чего угодно и из кого угодно сделать сокровищем. И сердце, хочет оно того или нет, оно будет всегда поклоняться тому, что ты сделал сокровищем. Неважно, нам дана власть от Бога и разрешение делать что угодно Богом и сокровищем нашей жизни. Деньги, человек, золото, бизнес, неважно, что угодно ты можешь сделать своим Богом и сокровищем. И потом, хочешь ты или нет, твое сердце будет туда идти. Ты будешь говорить не хочу, оно будет идти, пока ты не сделаешь что-то другое сокровищем опять. Мне люди часто говорят, пастор, как от этого освободиться? Я говорю, пока сокровище не поменяешь на другое сокровище, ты не сможешь освободиться от этого. Это сокровище, которое ты ненавидишь или создал, нехотя, оно будет вытягивать твою энергию, жизнь, ресурсы, финансы, мысли, сны, все будет об этом. Твое тело будет захвачено твоим сокровищем, душа будет захвачена твоим сокровищем. Давайте восьмой стих прочитаем. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Христа Иисуса Господа моего. Ради Него, вот ключ, я отрекся от всего, опа, что считаю ненужным ссором, дабы приобрести Христа. Поверьте, дорогая семья, когда Иисус действительно станет твоим другом, тебе кроме Него никого и ничего не будет нужно. Все вокруг потеряет для тебя интерес, силу и краску. Понимаете, когда Иисус действительно станет твоим сокровищем, your friend, everything else will be meaningless. Семья, поймите, Иисус хочет стать твоим сокровищем. Ты хочешь узнать, кто принадлежит Ему? Ты хочешь ответ на самый сложный вопрос в религии, принадлежит невеста Христа или нет? Твое сердце Его? Он твое сокровище? Проще уже не объясни, что твое сокровище сейчас того ты невестой и являешься. И поверьте, после смерти или перед смертью ничего меняться не будет. Меняется все. Сейчас, сегодня, здесь. Я здесь перечеркиваю мои сокровища, которые Бог мне говорит, убегай от этого. И я здесь говорю, Бог, пожалуйста, увлеки меня за собой. Нет голода по Богу! Твоя молитва сейчас должна именно, чтобы появился голод. Дай мне голод, дай мне жажду, дай мне тягу, дай мне любовь. И чем больше ты будешь молиться, тем больше будешь хотеть Его, тем больше будешь идти к Нему, двигаться к Нему, общаться с Ним. твое сердце в конце концов будет захвачено Его. И тебе не надо никому рассказывать, ой, я Невеста Христа, я Церковь Христа. Невеста, она спокойна. Невеста, она в покое, она уравновешена. Когда ты к моей жене подошел, когда я ей дал, знаете, engagement train, знаете, вот это колечко, обручение. Нет такого, что кто-то подошел к ней, как он твой жених, но я не знаю, кто его знает, посмотрите. Можно сказать, ты кого-то замуж уходишь вообще. Если мужик, что мужик, всем кольца пораздавал, что ли? И потом выбирает, какая лучше. Нет, мне нравится в Америке, два кольца дается. Одно кольцо выбора. Да, а второе кольцо завета. И так он тебя уже выбрал. Знаешь, как ты знаешь? Внутри тебя обручальное, не обручальное, engagement ring, это Дух Святой называется. You have the Holy Spirit who's the engagement ring within you. Дух Святой это свидетельство обручения твоего с ним. Holy Spirit is the witness of your engagement. Как я знаю? Оно на мне кольцо, Бога. I have the ring of God on me. И это колечко зовут Дух Святой, живущий внутри меня. готовящий меня и трансформирующий меня ближе, ближе, ближе к моему любимому. И так как только ответишь себе на вопрос, что является твоим сокровищем, сразу ответишь себе на вопрос, чьей невестой ты являешься. Да, здесь ты мужик. Итак, ты не будешь напрягаться. Ты не будешь мучиться. Ты просто каждый день будешь искать свое сокровище. Потому что именно там будет пребывать твое сердце. А твое сердце обмануть невозможно. Оно всегда будет тянуть тебя к твоему настоящему сокровищу. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Я надеюсь, моя мысль понята. Я хочу, чтобы просто изменилась твоя даже позиция, расположение по отношению Бога. Он для тебя кто? Старик Хатабыч? Дед Мороз? Он для тебя кто? Я не знаю, джин в бутылке, потер? В твоей молитвенной комнате Бог вышел, ты ему заказ сделал и закрыл его назад. До следующей просьбы. Он становится моей вселенной. Он захватывает мое сознание. Я без него уже не могу думать. чем дальше я иду, я без него не могу жить. Для меня ничего не интересно без него. Я просто хочу быть с ним. Я просто хочу быть с ним. И мне не надо никакие сокровища на небесах. Мне нужен Он, награда моя. Он у ног Его. Хочу я быть. Мне не нужно ни признание, ни призвание, ничего. Я хочу Его. Мне все равно, что будет со мной. Мне все равно, как оно будет. Я знаю одно. Он мое сокровище. Я знаю это только начало. О, ты не перепутаешь невесту. Ты не спутаешь невесту. Она безумно ради Христа. Она абсолютно Его. Она не играет с Богом. Она не играет с Духом Бога. Она Его. Да, она ошибается. Да, у нее есть проблемы. Но ее сердце абсолютно принадлежит Ему. Просто сейчас закрой свои глаза и просто еще раз перепосвяти себя Ему. Просто пообещай Ему, что ты не будешь искать ничего, кроме Него. Поймите, семья, если что-то надо, Он укажет, покажет, Он тебе точно даст указания. Но мне ничего и не нужно делать. Я уже имею полное оправдание и любовь Отца. И поэтому желание работы уходит, когда ты получаешь любовь Отца. Желание отличиться от других христиан уходит, когда ты получаешь любовь и внимание Небесного Отца. Тебе абсолютно не важно быть умнее всех, важнее всех, популярнее всех. Наоборот, ты хочешь где-то забиться, как мальчик в угол и просто быть папой. Семья, и нам очень скоро, нам очень скоро будет подарена вечность. В реальности мы уже в вечности. Это просто начало вечности. Мы просто переходим через уровни, через сезоны и скоро лицом к лицу с Ним. Вот почему Павел говорил, жизнь Христос, смерть, приобретение. Вот почему жизнь — это Он. И когда я ухожу, я приобретаю Его. Это выигрыш, выигрыш. Ты не проигрываешь никогда. Я еще раз говорю тебе, любимый, мое сердце — Твое. Все, что ты хочешь, я скажу. Все, куда скажешь, идти, я пойду. Но ты знаешь мое сердце, я больше всего хочу быть с Тобой. Я просто хочу быть с Тобой. Мне ничего не интересно, мне давным-давно краски пропали этого мира. интерес к тому, у чего у мира есть интерес, мне больше не интерес. Потому что ты сокровище моего сердца. И мое сердце просто хочет быть с Тобой. Неважно где, неважно когда, просто хочет быть с Тобой. Семья — Он наша цель. пойми это. Сделай это своей целью. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Аминь. 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 Поздай нас!